50 лет Время следует Это наш Это наш отечественный интеллектуальный продукт Бывших КВНчиков все равно не бывает КВН это навсегда КВН все в порядке Это цвет нашей страды И эта любовь проверена временем Итак, игра Всем привет! Если вы сейчас отдыхаете, то за следующие полтора часа вы можете быть абсолютно спокойны, потому что они точно не будут самым скучным воспоминанием о лете. Если вы только собираетесь в отпуск, то обязательно возьмите с собой все самое необходимое. Паспорт, билеты и КВН. Премьер Лига продолжает свой 10-й юбилейный сезон. Сезон премьер. Итак, второй полуфинал. В главную игру сезона пройдут команды, которые уже успели подстраховаться солидным количеством набранных баллов. Остальным мы желаем, по крайней мере, не оступиться. Ну, а еще лучше тайными тропами обойти лидеров и все-таки пробиться в главную игру сезона. Начнем знакомство пока с теми, кто находится в роли догоняющих. Если на сцене висит ружье, то ему уже пора бы выстрелить. Надеюсь, известный афоризм подтвердит команда КВН Родины Чехова. Пусть не на расстоянии выстрела, но по КВНовским меркам вполне существенно ушла вперед сборная ГУ. Общее дело, Москва. Далее две совершенно уникальные по стилю команды, но сумма баллов у них одинаковая. Команда КВН Мисс Мира Пенза. И сборная Евразийского института Ростов-на-Дону. Неплохой отрыв от предыдущей команды образовался еще у одной пары. Команда КВН Красноярского края. Плохая компания. И команда КВН Союз. Сборная Тюменской области. Теперь о тех, кто на прошлой игре испытал приятное чувство ностальгии после непродолжительного возвращения на сцену премьер-лиги. Итак, у нас сегодня в жюри Илья Аксенов, Сега Мега-Драйв 16 Бит Москва. Александр Гудков, Федор Двинятин. Дмитрий Шпиньков, Обычные люди мои. Антон Сасин, Прима-Курск. Ну и дальше все городские жители. Ольга Картункова, город Пятигорск. И Сергей Писаренко, уездный город. Вся эта шестерка во время первополуфинальной игры участвовала в премьере нашего очередного конкурса. И, надо сказать, украсила игру. Теперь у них задача еще сложнее. Не испортить игру своими оценками. Впрочем, надеюсь, команды им в этом помогут. Удачи вам. Спасибо! Шесть команд ушли готовиться к первому конкурсу. Три из них повторят этот маршрут в финале. Начинаем игру. Для того, чтобы оказаться в заветной тройке, у команд есть только один вариант. Закончить игру в верхней части турнирной таблицы. Но просто так, свою строчку, там никто не уступит. Сегодня лидеры постараются увеличить отрыв. И так, одни убегают, другие догоняют. Все это мы решили назвать максимальный отрыв. Ну, в смысле, баллов и того, что будет происходить на сцене. Итак, приветствие. Максимальный отрыв. Начинает команда Квен. Общее дело. Гу. Москва. Команда Квен. Общее дело. Отстает от первого места на три балла. А как известно, отыграть такой отрыв можно только в эпических фильмах про американский футбол. Послушайте меня, ребята. Сегодня я не буду говорить вам громких слов. Чтобы настроить вас на победу, я скажу лишь одно. Чебурек. Чего? Ах, ладно, тогда громкие слова. Сегодня вы должны быть как застройщики гипермаркетов. Вы должны сносить все на своем пути. И я выкину из этой команды любого, кто даст себе слабину. Тренер, но все-таки три балла это очень много. И так будет с каждым. Запомните, парни. Вы чемпионы. Кто вы? Чемпионы. Кто вы? Чемпионы. Кто вы? Чемпионы. Кто следующий? Общее дело. ГУ, заходите. Послушайте меня, ребята. Сегодня я не буду говорить вам громких слов. Чтобы востроить вас на победу, я скажу лишь одно. Чебурек. Да, чебурек. Сейчас в офис можно заказать не только пиццу, но и вызвать врача. Итак, обычная приемная руководителя. Здравствуйте, девушка. Я логопед. Я к вашему начальнику. Секундочку. Федор Петрович, к вам логопед. Он занят у него совещание. Какое совещание? Он же четко сказал, пусть проходит. Вы что, его понимаете? Конечно. А переведите тогда. А почему вы мне пятый месяц зарплату не платите? Он вас пять месяцев назад уволил? Я, конечно, понимаю, что вы расстроены, но зря вы так про его жену. Большинство девушек используют уменьшительно-уваскательные слова, чтобы как-то сгладить ситуацию. Любименький мой, у меня для тебя не очень хорошая новостюшечка. Я вот чуть-чуть поцарапала твою машиночку. И теперь на капотике малюсенькая вмятина. Ты хотела сказать вмятинка. Вмятина. Ну, ты ведь не сердишься, любименький? Нет. Просто сейчас твоя головушка оставит вот на этой стеночке малюсенькую вмятищу. Ну, может, хотя бы вмятину? Не, вмятищу. Едем дальше. Дальнобойщик в Люксембурге. Все, я загрузил, езжай. Разгружай. Тут одной коробки не хватает. И что, я из одной коробки обратно попросу? Ничего не знаю. Говорят, одной коробки не хватает. Так я все загружал. Повнимательней, посмотри. Посмотрел, ничего не оставалось. Да, на углу, нибудь, стоит твоя коробка. А следующую ситуацию мечтали увидеть абсолютно все в России. И так умирает коррупция. Дети мои, подойдите ко мне. А где мои старшеньки? Коньяк и шоколадка? Мы здесь. Оставляю вам больницы и детские сады. Где она? Где она? А вот, матушка, я как узнал, я сразу к тебе. Что с ней? Мы, как ее из Сочи, с олимпийской стройки увезли, ей сразу хуже стало. Гаишник, мы в последнее время с тобой редко виделись. Это все из этих проклятых видеорегистраторов. Ненавижу! Ну все, приведите ко мне этот комитет по борьбе со мной. Ну что, победили меня? Это не мы. Вы же знаете, как мы к вам относимся. А может, как-нибудь договори... А сердцем чувствую, что договоримся! Любовь не рождается, у нас остается. Картинки меняются, любовь остается. Любовь остается. Дорогие друзья, совсем скоро подойдут к концу полуфинальные игры. Впереди финал. Финал? А я никогда не был в финале. Да ладно, не заливай. За два года не был в финале? Нет, не довелось. Да ты чего? Среди КВНщиков столько разговоров, что о финале. В финале ты выезжаешь на сцену на Большом жирафе. С правой стороны стоит стол из фруктов. С левой Млечный путь освещает тебе дорогу. И Александр Васильевич лично жмет руку каждому. Тоже в финале не был, да? Продолжаем, надеюсь, в этот раз команда приехала в полном составе, что, впрочем, не помешает им усилиться кем-то из зала. На сцене команда КВН сборной Евразийского института. Ростов-на-Дону. Ростов! Сборная Евразийского института РостГМУ. Здрасте. Мы такая команда, у нас каждый раз сегодня, слава богу. Вы будете смеяться, а вы будете смеяться. В этот раз мы хотели удивить вас и привезли с собой шпагоглотателя. А он оказался шарлатаном. Но, если честно, о нем сейчас либо хорошо, либо ничего. Короче, мы решили прямо сейчас заменить его на любого зрителя из зала. Я пошел. Стоп, Вова, почему ты пошел? Я тоже могу выводить людей из зала. То, что ты работаешь вышибалой в ночном клубе, еще ни о чем не говорит. Ну, хотя раз такой умный, попробуйте. Ого, нельзя черепашки. То есть вы подготовились, да? Черепашки, а вы не можете побыстрее людей из зала выводить? Спасибо большое. Ну, и кого вы привели? Новобранцы. Сейчас проверим. Салаги, приветствую вас на этой священной сцене. Здесь я вас буду учить шутки шутить. Для начала поиграем в любимую игру КВН-чиков. Вопрос-ответ. Когда родился Александр Васильевич Масляков? Не знаю. Что значит не знаю? Ты становишься КВН-чиком, ты должен уметь импровизировать. Капрау, когда родился Александр Васильевич? После Рождества Христова. Видишь, не прикопаешься. Так, главное выяснили. Вопрос на засыпку. В КВН важен литературный юмор. Когда родился Толстой? После Рождества Христова. Неправильно. Капрау, когда родился Толстой? До рождения Александра Васильевича Маслякова. Правильно. Запомните, раз и навсегда. В КВН время делится на до рождения Александра Васильевича и после рождения Александра Васильевича. Так, теорию разобрали, перейдем к практике. Ты, Горластый, читай шутку. Я не буду это читать. Что значит не буду? Это приказ, читай. Я не буду это читать. Так, дай сюда. Я не буду это читать. Кто это написал? Мы. Такие умные, да? Давайте проверим каждого по отдельности. Хозяева по питомцам, шагом марш. Такая удача, такое веселье, если хозяин с тобой всегда. Друзья, простите мою невоспитанность. Я не представился. Меня зовут Владимир. Следующие пять минут я буду вами руководить. Вообще, привыкните к тому, что следующие шесть лет вами будет руководить Владимир. А если вам понравится, то и 12. А если ему понравится... Ну, хотя ладно. Привет. Здравствуй. Ты зачем вышел на сцену? Я не знаю, не знаю. Отвечает, как укупник на разогреве у группы Металлика. Слушай, ну ты парень такой симпатичный, наверняка на свидание бегаешь, да? Давай сейчас с тобой смоделируем свидание. Вот ты что с тобой обычно берешь? Розу или пистолет? Не знаю, розу. Бери. Случай на свидание. У вас на свидание пять минут. Сиплый, ты что принес? Я ж пистолет просил. Заключенный, не стой, садись. Не, не, командир, я с ним сидеть не буду. Какой интеллигентный парнишка. Слушай, тебя на самом деле вывели, чтобы ты нам помог сыграть песню. Вот ты скажи, ты какую музыку слушаешь? Клубную. Ну, рок так рок. Естественно, для начала нужно выбрать музыкальный инструмент. Вот выбирай, этот или этот? Какой? Вот этот. То есть ты выбрал? Барабан. Ты же умеешь играть на барабане? Нет. А зачем ты выбираешь инструмент, на котором не умеешь играть? Ну ладно, а хоть на синтезаторе ты умеешь играть? Нет. Прямо дело, после которого началась карьера группы «Руки вверх». Так, поодиночке ничего не получается. Давайте попробуем их вместе. Да легко. Вы держите деньги. А ты, пожалуйста, подержи шест. Так, стоп. Это что, стриптиз на первом канале? Нет, и Сымбаева пришла к спонсорам. Ну что за чушь. Я просто хотел показать вам, что вы совершили ошибку. Вы вывели на сцену кучу народа, и мы ничего о них не узнали. Вот я, к примеру, до сих пор не знаю, как тебя зовут. Марина. Не знаю номер твоего телефона. 80. Марин, а поцелуешь меня в шашку? Видите, она стесняется. Это может, потому что ты некрасивый? Она стесняется. Нужно войти в доверие к зрителю. Нужно любить его. Обнимите каждый своего. Вов, и долго нам так стоять? Ну, тут все зависит от Марины. Сборная Евразийского института «РостГМУ». Нас трудно победить, потому что с нами зритель. И от него зависит все. Классический конкурс, классическая команда на сцене «Родина Чехова». «Таганрог». Обыграем Польшу, Грецию, и страной будем все отмечать. Ведь в России такая тенденция, веру в Родину вам не отнять. Веру в Родину вам не отнять. А вас приветствуют патриоты земли русской. Команда «Родина Чехова». Таганрог. Только в России. Чем ближе юг, тем сильнее начинают топить в поезде. А как известно, у нас на юге самые теплые взаимоотношения. Итак, в компании друзей. Слушай, Макс, а давай Даньку разыграем. Он сейчас выйдет, а мы, ну, типа не разговариваем с ним. Давай. Ну, привет, пацаны. Антоха, Макс, что, не разговаривать? Обиделись? А, Антоха, это потому что я с Ленкой твоей замутил, да? Ну, она сама позвонила, сказал, что я нужен настоящий мачо. Ну, я и приехал. Макс, ну, а ты че молчишь? Мы же вместе были. Сам сказал, поехали, развлечемся. Че ты молчишь? Даниил, ты че? Это ж наш секретный секрет был. Капец ты, друг, Макс. Договорились с ним не разговаривать. Че ты заговорил, а? Таганрогские асфальтоукладчики. Передаем свои знания из поколения в поколение. Только на русской свадьбе включают медляк, чтобы успокоить драку. А водитель, потерявший автомобиль, может успокоиться только на штрафстоянке. Здравствуйте, можно мне машинку забрать? Какая у вас машина? Катафалк. Ну, штраф оплатите и забирайте. Не-не, у меня такая ситуация, у меня в нем, грубо говоря, пассажир остался. Ну, пассажира можете забрать, а машина пока останется. Не-не, если я его на такси привезу, меня и в родственнике вообще не поймут. Молодой человек, как вы бросили машину посреди перекрестка? Ну, у меня навигатор начал дорогу говорить. А я думал, это пассажир подсказывает. Ну, я и убежал в церковь молиться. Подождите, у вас нет в машине навигатора? Ну, зачем вы это сказали? Я только начал себя успокаивать. Ну, а сейчас знакомая многим россиянам ситуация, когда вас оставили в машине, которая загораживает выезд другим автомобилем. Очень мне сейчас неуютно! Субтитры создавал DimaTorzok Сыночек, а я тебе чубик купил! Да будь ты проклятым своим чубиком! А я живу в России В самой крайней точке впереди я Я живу в России Это просто Родина моя Для вас выступала патриотичная команда Родина Чехова Даганрог Если в темном переулке к вам подойдет группа молодых людей и предложит мобильный телефон, то не пугайтесь. Возможно, именно с этой шутки и начался КВН для команды «Плохая компания» сборная Красноярского края. Здравствуйте, уважаемые! Перед вами «Плохая компания». Безусловно, полуфинал – очень ответственное мероприятие, поэтому хотелось бы начать с чистосердечного признания. Безусловно, полуфинал – очень ответственное мероприятие «Плохая компания» Подождите, пацаны, ну это же все завтра, а сегодня... Ну погнали! Ну и как обычно, плохая компания начнется случая во дворе. Виталька, привет! Я, короче, решил, с сегодняшнего дня я бросаю курить. Вот тебе сигареты и зажигалка, я в спортзал. Сереж, подожди, а ты уверен? Когда я бросал курить, ходил раздражительный, орал на всех. Ну я ж не такой, как ты. А что с сигаретами делать? В вас тебе их запихай! Дорогие друзья, любому плохому парню крайне неловко в магазине женского белья. А здравствуйте, белье девушки выбирать будете? Ну, 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 я как бы естественно. Комплект или отдельно? Ну, я, честно говоря, хотел у вас спросить. Размер B или C? Б-б-б-б или C. А цвет? Красный шелк с кружевом? Да! Поздним вечером где-то на одном из московских мостов. Ну вот и все. Прощай, жестокий мир! Давайте быстрее. На счет три. Раз, два. Так, стоп. Мужик, ты чего? Не обращайте на меня внимания, впрочем, как и все. Не, ну, подожди. Жора, да давай уже дело закончим-то, поедем отсюда. Ну, нельзя его так оставлять. Оставьте. Не хочу последние минуты своей жизни проводить в такой компании, как ваша. А чё это? Чё тебе в нашей компании не нравится? Вот! Вы ещё скажите, что в этом мешке мусор. Ну, почти. Там ДПСник. Вообще-то не об этом речь, на самом деле. Короче, мне это всё надоело. Я прыгаю! Смотрите, мужик на мосту! А давайте ему поможем! Прыгай! 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 Нет, слушайте, у этих аншлаговцев вообще сердца нету. Короче, у меня остался только последний вариант. Жора, да почему ты все проблемы пытаешься решить водкой? Водкой? Никогда не пробовал. Мой добрый друг, в этот знаменательный день спешу поздравить тебя и сильно позавидовать, поскольку ты впервые отступаешь на этот долгий, практически бесконечный путь от семьи к ломбарду, усыпанный счастьем, весельем и безрассудством. Ну как? Тепло. Между первой и второй? Хорошо! Даже жить захотелось! Вот! Видишь, мужик, как важно оказаться рядом с друзьями. Жора! Подожди одну минуту. Покуда рядом будут друзья, покуда рядом будут друзья, у тебя не будет проблем ни с женщинами, ни с работой, ни с долгами. Жора! Надай мне одну минуту. В общем, давай, мужик, живи и радуйся жизни. Спасибо! Хорошие вы люди! Давай! Ну что ты меня звал? А-а-а! Да, пускай ползет. Там дальше МКАД. А-а-а! А-а-а! Ну что ж, уважаемые, в конце нашего приветствия мы наверняка должны говорить что-то вроде «Возьмите нас, пожалуйста, в финал, мы этого достойны». Но мы не собираемся этого делать. Как будет, так будет. Решать вам. А-а-а! А-а-а! Бог вам, судья. А-а-а! Земля круглая. А-а-а! До скорой встречи. От игры к игре последовательно движется к финалу команда КВН «Мисс Мира» – «Пенза». Пенза! Пенза! Премьер лига, полуфинал, команда «Мисс Мира» уходит в отрыв эффектно и неожиданно. Неожиданно, да? Вы чё, мои штаны испортили? Максим, зато теперь ты среди нас не выделяешься. И вас не пугает? Что? Что мужик среди вас никак не выделяется? Чтобы прыгать по стакане, нужен нам батон. Пять минут не было, они на меня забить решили. Чё, опять не так? Встречный вопрос. Марин, вот тебе твоя грудь нравится? Нравится. Как думаешь, это перерастёт во что-то большее? А давайте его убьём! И каким это образом? Плачь и смотри! АПЛОДИСМЕНТЫ Предлагаю вот эту здоровую ещё туда, Чтоб фарш с виноговяжьей получился. Достал! Это ты сейчас смелый, А раньше всё по-другому было. Обернись, я тебя замечу. Улыбнись, я тебе отвечу. Смешной мальчишка, Как же мне жить? Где тот, кто... Максим, вот танцевальная студия, В которой ты будешь заниматься. Знакомься. Ну и что вы смотрите на меня, Как непоседа на Джастина Бибера? АПЛОДИСМЕНТЫ А тебя что на танцы привели? На танцы девочки ходят. А мне папа так и сказал. Тюфет! Кто обзывается, тот сам так называется. Ну, пока так. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну всё, отвернись, мы переодеваться будем. Ладно, в этом возрасте отвернусь. Я на вас через 50 лет посмотрю. АПЛОДИСМЕНТЫ Опернись, я тебя замечу. Улыбнись, я тебе отвечу. Встретимся снова. АПЛОДИСМЕНТЫ У свечи сгорели, И кончился дам, Встретимся снова. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Что это вы вовсе чистое оделись? Или куда-то собрались? Между прочим, 45. Баба-ягодка опять. Арбуз тоже ягода. АПЛОДИСМЕНТЫ Ах так! Ну, лови! АПЛОДИСМЕНТЫ Я смотрю, у вас на старости лет башню снесло. Вам гусеницы фастом гелем не смазать? АПЛОДИСМЕНТЫ В этом возрасте отвернусь. АПЛОДИСМЕНТЫ Я, походу, во всех возрастах тупанул. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, и прежде всего, хотелось бы сказать огромное спасибо нашим братьям и сестрам по сцене. Это участникам Школьной лиги КВН города Москвы. АПЛОДИСМЕНТЫ И чемпионом Пензенской областной лиги КВН 1963 года. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, и в конце я хотел бы обратиться к другим командам, которые сегодня тоже борются за место в финале. Уступайте места пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. АПЛОДИСМЕНТЫ Вообще-то у нас родители в зале. Максим, очень приятно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я тебя замечу Улыбнись И я тебя твечу Кто знает, ты сможешь с этой встречи АПЛОДИСМЕНТЫ Завершает приезд от команды КВН «Союз Чумень». Вашему вниманию представляется выступление в исполнении основателей фан-клуба «Самуэля ЭТО» «Кавказский пленник», неоднократных участников митинга «Таджикистан для таджиков», а также победителей спортивно-эротических соревнований «Быстрее, выше, сильнее» «Еще вот так супер, да, фантастика-2011». Частично поющий коллектив, сокращенно чпок «Союз», смотрим. На асфальте серо ползает Валера, еле-еле дышит, ингалятор ищет. Грозный гудбай, Грозный прощай, я здесь чужой. А ну хватит! И вообще, Артём, вы растолстели. Вам легко говорить, вы не рожали. Ребят, не ссорьтесь, давайте я номер покажу. А чё его показывают? Так видно, что третий. Так, Александр, успокойтесь. Лёля, пойте. Живот свой над джинсами свеся, танцует в шашлычной Олеся. А что, мне понравилось? Спасибо. Спасибо, в постель не положено. Акайдар! Вы вроде бы тоже неплохо поёте. Ну, что есть, того не отнять. Ходорковский тоже так думал. Спойте нам что-нибудь. Пускай Витя поёт. Э, так я ж не умею. Я знаю, просто хотел тебя унизить, песня. Как же нам не веселиться, рано не вставать с утра. В нашем доме поселился замечательный мула. Папа, папара-арапа, папара-арапа. Айдар! Дать бы вам за такую песню Грэмми по губам. Какие у нас ещё есть номера? Ну, у меня есть белый стих про победу. Ну, давайте. Стоит во дворе, гниёт, всё. У вас вообще хоть что-нибудь нормальное есть, идиоты? Обижаешь. Аудио-миниатюра Олимпиада в Азербайджане. До свидания, наш ласковый Миша. Давай, до свидания. А ну-ка, прекратите этот цирк. Кирилл, Кириллочка, Кириешка. Не ссорьтесь, у меня есть замечательная переделанная песня. Объявите меня. Витя. Ага, сейчас нашли лоха. Артём. Да, конечно. Недоделанная поёт переделанная. Тихо плещется в воде выпускная лента. Вспоминайте иногда ваши воды. АПЛОДИСМЕНТЫ Не выступление, а какой-то дурдом. Перекрашу квартиру в розовый цвет. В спальне будет ночь, а на кухне рассвет. Так, это что ещё такое? Ну, небольшое лирическое отступление. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы что, совсем? Нам нужно что-то взрослое, что-то глобальное. Ну, есть такое? Песня про демократию. Пу-ра-чи-но. Пу-ра-чи-но. А, нет, это не про демократию, блин. А, всё, заканчиваем. В конце мы бы хотели обратиться к москвичам. Уважаемые москвичи, приезжайте к нам в провинцию. Как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. АПЛОДИСМЕНТЫ В Москве жильё купить задача трудная. Ведь не у каждого сумма есть. Круглая столица есть ещё. Проблема посложней. Нелегко, нелегко прописаться в ней. Сигналят бровь, как машины. И ходят ципа-мужчины. Столица не из резины. Но сюда всё идут. Каждый день всё идут. Постоянно идут поезда. Приветствия сыграны. Насколько всё это было впечатляюще, команды узнают, вновь появившись на сцене. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, друзья, максимум за приветствие 5 баллов открывали нашу группу КВНщики из команды КВН «Общее дело». КВН «ГУЛ» 4-5 5-5-4-4 Сборная Евразийского института «Ростов-на-Дону» 5-4-5-5-4-5 Родина Чехова «Таганрог» 5-5-4-4-4-4 Плохая компания «Красноярский край» 5-5-5-5-5-5 И, казалось бы, самый брутальный член нашего жюри 4 Мисс Мира «Пенза» Все судьи 5 баллов И «Союз Тюменская область» Все судьи 5 баллов Итак, за первый конкурс сборная «ГУЛ» получает 4,5 балла Сборная Евразийского института 4,7 балла Родина Чехова 4,3 балла Плохая компания 4,8 балла Мисс Мира и «Союз» по 5 баллов ровно На первом полуфинале этот конкурс перевернул, казалось бы, очевидные прогнозы на финал Играем в разминку Повод для импровизации нам задает наш уважаемый жюри Итак, Илья, прошу вас Как известно, в России две беды У меня вопрос по второй Кто постоянно делает дырки в дорогах? Плохая компания Кто постоянно делает дырки в дорогах? Мне кажется, это те же люди, которые делают дырки в бюджете Ростов Кто постоянно делает дырки в дорогах? А в чем проблема? Радуйтесь, что хоть кто-то что-то на дорогах делает Даганрог Кто постоянно делает дырки в дорогах? Мне кажется, что сами дороги выплевывают такой асфальт Мисс Мира Кто постоянно делает дырки в дорогах? Те люди, которые из одной дырки асфальт в другую дырку перетаскивают Союз Кто постоянно делает дырки в дорогах? А в Москве их называют менеджер по дырам Общее дело, Гуу Кто постоянно делает дырки в дорогах? Гигантские дыроколы Продолжаем. Следующий вопрос Ольга Кардункова Здравствуйте Спасибо, ребят Пятигорск славится минеральными водами А чем знаменит ваш город? О Пятигорск славится минеральными водами А чем знаменит ваш город? У нас и на выезде, и на въезде название города перечеркнуто Пятигорск славится минеральными водами А чем знаменит ваш город? Гигантскими дыроколами Привет 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 Пятигорск славится минеральными водами А чем знаменит ваш город? Красноярск Один из всех городов, который расположен на денежной банкноте Но единственный, который не разменивается другими городами АПЛОДИСМЕНТЫ Звучит как тост прям А Пятигорск славится минеральными водами А чем знаменит ваш город? Тем После чего по утрам лечатся вашими минеральными водами А Пятигорск славится минеральными водами А чем знаменит ваш город? А мы любим пятигорских женщин. Посмотрим. Вот за что я люблю Олю, у нее не задерживает. Просто сразу. Ростов. Пятигор славится минеральными водами. А чем знаменит ваш город? У нас по бутылкам Дон разливают. Дмитрий Шпеньков. Вот существует такая поговорка «Готовь сани летом». А к чему летом будете готовиться вы? Плохая компания. Существует такая поговорка «Готовь сани летом». А к чему летом будете готовиться вы? Надеюсь, все лето мы будем готовиться к сани. И команда называется «Плохая компания», и шутка тоже не очень. Продолжаем. Союз. Поговорка «Готовь сани летом». А к чему летом будете готовиться вы? Куплю стринги. Говорят, в Москве летом жара. Ростов. Существует такая поговорка «Готовь сани летом». К чему летом будете готовиться вы? По старой русской традиции — к осени. Спасибо. Так, Александр Гудков. Друзья, мне с детства говорили, что лучший подарок — это книга. Да, а чё? Какую бы книгу получить в подарок хотели бы вы? Пензенцы. Какую бы книгу хотели получить в подарок вы? Анну Каренину. И книга, и баба. Ростов. Какую бы книгу хотели получить в подарок вы? Лично я, Конституцию Российской Федерации, на инаугурацию. И тяжёлая артиллерия вступает в бой Сергея Писаренко. Друзья, я очень люблю слушать музыку. Особенно мне нравится Чёрненькая из Виагры. А вам кто нравится? Союз. А вам кто нравится? Да рановато нам ещё как-то про Виагру думать. Мисс Мира. Я очень люблю слушать музыку. Особенно Чёрненькая из Виагры. А вам кто нравится? Вы поаккуратнее. Рядом Чёрненькая из Пятигорска. Значит, я очень люблю слушать музыку. Особенно Чёрненькая из Виагры мне нравится. А вам кто нравится? Мы любим несколько другие вещи, поэтому нам нравится Тёмненькая из разливного. А вам кто нравится? Маленькая из Бурановских. Люблю слушать музыку. Особенно Чёрненькую из Виагры. А вам кто нравится? Мне нравятся любые. Главное под беленькой. Спасибо. Ну что же, все вопросы были заданы. Спасибо большое командам, но разминка закончится лишь тогда, когда судьи покажут баллы за юмор команд. Итак, прошу за разминку. Родина Чехова, Таганрог. Максимум 6 баллов. 5-4-5-5-5-5-4. Сборная ГУ «Общее дело Москва». 4-4-6-6-5-4. Мисс Мира Пенза. 4-4-5-5-5-5-5-4. Сборная Евразийского института Ростов-на-Дону. 5-5-6-6-5-5. Плохая компания «Красоярский край». 4-5-6-6-4-6. Союз Тюменская область. 4-4-6-5-5-4. Итак, за разминку сборная ГУ получает 4,8 балла. Сборная Евразийского института 5,3 балла. Родина Чехова 4,7 балла. Плохая компания 5,2 балла. Мисс Мира 4,5 балла. Союз Тюмень 4,7 балла. Финальный конкурс игры. И для команд это вновь будет премьера. В Квене все так. Даже когда команды выходят с соперниками на сцену, они в жизни все равно остаются друзьями. А в новом конкурсе у друзей будет возможность сыграть в одной команде. Для того, чтобы объяснить условия нового конкурса, достаточно трех слов. Друг познается в игре. Начинает команда Квен «Общее дело. Москва». Какой бы стране ни оказались наши болельщики, история заканчивается всегда в одном и том же месте. Итак, Евро-2012, польское КПЗ. Вы понимаете, что вы находитесь в чужой стране. Ну, нужно вести себя, ну, не знаю, ну, капельку скромнее. Ай, ты Россия, ой, матушка Россия, Ей, 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 ой, да. Так, что вы делаете? Щуку чищу. Какую щуку? Вы понимаете, что на вас масса правонарушений. Зачем в матче с Хорватией вы выбежали на поле голым? Ну, чтоб жена по телевизору увидела, что я нормально добрался. Допустим, допустим. А в матче с Чехией вы пытались пронести на стадион петарду. В смысле пытался? Я пронес. Даже это ладно. В матче с Германией вы взяли бутылку самогонки, запихнули туда носок, подожгли и бросили на поле. Ну, это у меня на генетическом уровне. Не могу я смотреть, когда немцы в атаку идут. АПЛОДИСМЕНТЫ О, гость! Здесь был... Что вы делаете? Чекинись! АПЛОДИСМЕНТЫ Вы позорите свою страну! Участники проекта «Каникулы в Мексике» позорят страну! АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошо, маховник. Давай так, я даю тебе бабло, а ты меня отпускаешь. В смысле? Ну, ты тупой. Ты бы у нас перетестацию в жизни б не прошел. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Так, все, сядьте рядом с фанатом из Германии. Ха! Прям анекдот один в один. Встретились как-то русские, полях и немец. АПЛОДИСМЕНТЫ Слушай, а есть два металлических шара? Очень смешно! Леха! Дружара, ты как? Я нормально. Что с вашим другом? Ну, это он просто шесть бутылок винища за три минуты выдал. Ну, пытался побить рекорд. Какой рекорд? Свой утренний. АПЛОДИСМЕНТЫ Там русские гол забили! Ага, видал? Нас тут таких пятьдесят тысяч приехало. И что? Да, последний раз, когда в Польшу русских пятьдесят тысяч приехало, мы Берлин взяли! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Поэтому давай отворяем, мы с Лехой пойдем смотреть, как там наши всех рвут. Да ваши выиграют, только если конец света наступит. Вот! А по древнему календарю Майя, в этом году Акора Даров на конец света наступит. Поэтому давайте, православные, покажите на чемпионате! АПЛОДИСМЕНТЫ Леша, ну честное слово, можно же было водички попить, а! АПЛОДИСМЕНТЫ Друг познается в игре на сцене команды КВН «Родина Чехова» «Таганрог». Друг познается в игре. А самая популярная игра в дружеской компании – это игра в бумажки. Зал, мы уже три часа играем. Ты будешь отгадывать слово или нет? Все, я собрался, последний шанс. Я люблю свою родину? Да. Я Путин? Нет. Я Медведев? Нет. Вы хотите сказать, Путин и Медведев не любят свою родину? Мы не это имели в виду. Я Пью Уксус? Нет. Я уже по-любому не Джигурда? Yes. Я был вчера на Ленинской 17? Нет. Слушай, а завтра на суде вот это можешь подтвердить? Слушай, давай по игре. Я верю в победу сборной России на Евро? Ну, конечно. Я мама погребника? Нет. Вера Павловна, погребняк. Нет же. Про меня есть песни? Да. Я Саша Пега. Кто? Ай, Саша Пега. Ай, ай, ай. Нет. Вот загадали, блин, патриоты, шматриоты. Вот, 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 вот. Я Коломбурсик. Нет. Забудь все, что было, и начни все сначала. Э, ты что со мной статусами из контакта разговариваешь? Сейчас я позвоню своему другу, и мы все решим. Алло, Давид, здорово. Я люблю свою родину, Русь-матушку. Когда я обнимаю березы, я плачу. Нет, я не в милиции, меня не снимает камера. Все, давай. Ты будешь отгадывать слово или нет? Да, все, все, я... Извините. Алло, я подлец? Нет. Я негодяй? Нет. Я украл лучшие годы твоей жизни? Нет. Алло, Фатима, видишь, я нормальный. Ты сама виновата. Давай, пока. Отгадывай уже, сколько можно? Да все, все, не учи меня играть, я знаю, как играть. Давай, город засыпает. Пат. Подожди, какой город? Это другая игра, отгадывай слово. Да я уже знаю, кто я. Паташов? Нет. Патрисия Касс? Нет. Патисон? Нет. Патриарх в Сеаруси, прости меня, господи. Нет. Пати, пати, пати for everybody dance. Come on and dance. Come on and dance. Патриот. За врага давай. Я остаюсь. Ну как ты не понял, что ты патриот? Вот вы странные. Как я должен был понять, что я патриот? Да у нас вся страна не понимает, что они патриоты. Да они патриоты только тогда, когда бабушки на Евровидении второе место занимают. Сборная России чемпионами мира по хоккею становятся. Ребята, поймите, патриотизм это не до лбу должно быть написано. Это должно быть в сердце. Команда КВН «Родина Чехова». С патриотизмом в сердце. Давай, Россия! Давай, давай! Давай, красиво! Давай, давай! Давай, Россия! Продолжаем. На сцене команда КВН «Плохая компания». Сборная Красноярского края. Дорогие друзья, в последнее время в нашей жизни все резко меняется. И неизменным остается только одно. Сценарий любого мальчишника. Ну что, все, Мишка, завтра женишься? Это завтра. А сегодня у нас для тебя сюрприз. Внимание! Торт с изюминкой. С изюминкой. С изюминкой. Женщина. Че тебе надо? А где женщина? Я за нее. Дима, кто там? Торт там ошиблись. Да-да. Так, мужчина. Как догадался? У меня че, кадык видно? Где стриптизерша Джессика? Она завязала с этим постыдным делом. Я сейчас за нее. Я знаете, какой страшный человек. Тер-ерен-теря-ля. Да-да. Вообще-то у нас мальчишник. Мы хотели сделать другу сюрприз. Ну, пока у вас все по плану. Да-да. Слышь, лысый, тебя что, давно башку не проламывали? Ну, скажем, я еще не соскучился. А что? Да ну ничего, просто я сейчас жалобное письмо напишу в твою контору и все. Ой, я тоже тогда куда-нибудь жалобное письмо напишу. Мы с вами взрослые мужики, давайте мы не будем письмами меряться. А все, достал, вызывайте полицию. И что они мне сделают? Упекут за выпечку? Пацаны, знаете, а я передумал. Давайте все вместе соберемся и наваляем уму. Э-э-э, подождите, а у вас лопата есть? Это зачем? Ну, у вас трое, хочу чувствовать себя на равных. Вообще-то нас четверо. Ой, не льсти себе. Ага, попались бабники проклятые. Я так и знала, что вы здесь именно этим и... А почему у вас лысый голый мужик торчит из торта? Да. Дорогой, у нас вообще-то завтра свадьба. Мне вообще приходить? Ну, конечно, приходить. Ну, ладно, я тогда пойду. До завтра. Ну, не знаю, я, наверное, должен сказать тебе спасибо, выручил. Да не за что. В конце концов, поэтому и говорят, что настоящие друзья познаются в безе. Вообще-то в беде. Вообще-то в игре. Сборная Красноярского края. Плохая компания хороших людей. Еще одна вариация на тему «Друг познается в игре» от команды сборной Евразийского института. Ростов-на-Дону. Сборная Евразийского института РостГМУ. Здравствуйте еще раз. Мы команда, у которой я каждый раз сегодня, слава богу, но сейчас единственный момент, когда все хорошо. Немного непривычно, что я вначале вышел и ничего не говорю. Не знаешь, в чем дело, брат? Вообще-то я здесь главный, а ты стоишь и молчишь. Договорились? А ты что, здесь самый умный? Ну, официальной номинации в КВН еще не было, но по неофициальной статистике, да? Так я не понял, что здесь началось? Вы вообще, кто такие? Мы команда, выводим людей из зала и от этого смешного. Людей из зала? Да, кому ты рассказываешь? Все понимают, что это подстава. Хорошо, сейчас я спущусь, вы меня вытащите, посмотрим, что у вас из этого получится. Интересненько, ого. Я думаю, это плохая идея. Ты что, очканул? Ты что такое говоришь на Первом канале? Ну, а что, КВН все смотрят, люди разные. Ты что, не думал, что зрители зала могут тебе такое сказать? Ладно, ты сам напросился. Привет, как тебя зовут? Коля. А фамилия? Архипенко. Ну, фамилия нормальная. А, я понял, типа имя мое ненормальное, да? Друзья, давайте поаплодируем, это же смешно. Сейчас еще смешнее будет. Пойдем на сцену, давайте поаплодируем, у вас стремается, скорее всего. Жутко стремаюсь. Так непривычно все на меня смотрят. Ой, извините, а вы меня еще и двигаете, да? Давай не поясничай. Давай не поясничай, просто на вопросы отвечай. Ну, давай, импровизатор, удиви меня. Кем работаешь? Начальник молдавского ФСБ. Ты же с Краснодара, почему молдавского? А мы в Молдавии базируемся. Все, тупик. Короче, ты простой зритель. Я тебе буду сейчас быстро задавать вопросы, ты на них можешь отвечать только да или нет, понял? Нет. Что ты не понял? Да. Да что такое? Ты же сам сказал, отвечай да или нет. Хорошо, давай сыграем по моим правилам. Ты можешь отвечать только краб или устрица. Кто твой отец? Краб. А мать? Устрица. С кем я общаюсь вообще? Ладно, не хочешь играть в игры, мы вообще-то номер подготовили. Будет ограбление в банке. Ты стоишь здесь, сам поймешь, что нужно делать. Все облежать, это ограбление. О, господи, это ограбление банка, что мне делать? Что ты делаешь? А ты что, думаешь, зритель не может испугаться и убежать? Короче, давай вылезай оттуда. Я вылезу, если ты выполнишь два моих условия. Первое. Убери пистолет. Убрал. Второе. Сними штаны. В смысле? Я зритель, я непредсказуемый. Вов, он там за ширмой может всю жизнь просидеть. Могу и собираюсь. Короче, есть один способ, как его вымонтите. А я тебя недооценивал. Нужно избавляться от этой привычки выходить под эту музыку. В чем проблема? Проблема в том, что вы меня используете как дерево. А завтра в интернете ей напишут. Никакущий Архипенко тянул вниз Евразов-красавчиков. И вообще, КВН уже не тот, было смешно, но не более. Внизу подпись ИМХО. И что? Я не хочу, чтобы какой-то ИМХО писало про меня это в интернете. Может, все-таки будешь нашим другом и поможешь нам? Хорошо, я согласен. Короче, ты умеешь давить на жалость. Вот гитара, держи действие. Что ты делаешь? А вам что, вы не жалко? Ставьте пять человеку, больно. Может, его ножом? Вы что, бесчувственные, что ли, аж? Я забыл, что там дальше по тексту. Ты говоришь, что мы бездари. А, да, вы бездари. Вы даже двух предложений запомнить не можете. Коля, горит финальные слова. Что? Ой, блин, а то, что было в скобочках, выучил. Мы точно знаем, что у нас все будет хорошо. Несмотря на то, понравилось вам наше выступление или нет, мы считаем, что мы лучшие. Если кто-нибудь из вас после этих наших слов подумает, что мы пафосные уроды, честь вам и хвала. Сборная Евразийского института РостГМУ. Нас трудно победить, потому что с нами зрители. И он уже поклонился, идет за кулисы. Ну, весело получилось. Да, было смешно, но не более. Союз, Тюменская область. Тюменский большой академический срам-театр сгорел, но перед этим успел поставить один спектакль. Антон Палыч Чехов. Комедия «Вишневый сад». А вы говорите «Кадриль». Интересно, все-таки на вас нюхательный табак действует, Ермолай Аполлинарьевич. Я вообще-то Петр Михайлович. И на меня интересно действует... Фирс! Фирс! Куда, барин? А принеси-ка нам печенюшек с конфетками. Хорошо, через час будут. Почему только через час? Ну, так кладбище не близко. А чего вы все свой кальян курите? Давайте лучше вино пить. Барин, вызывали? Нет. А зря. Там красивых привезли. Фирс, подождите меня. Любовь Андреевна, а я смотрю, у вас новый блеск для губ. Что вы, что вы, это я скумбрию ела. Барин, я извиняюсь. Там человека на похоронах молния ударила. И что? Отменили похороны. Ожил. Слушайте, а может быть в карте на раздевание, а? О, давайте. Давайте. Я не буду. Ну, раз никто не хочет, я и не настаиваю. Барин, я извиняюсь. Там петух курицу топчет. Что делать? Ничего не делай, это нормально. Ну, не знаю. Я ее две минуты назад из морозилки достал. А вот скажи-ка мне, Фирс, что ж ты, холоп безродный, олух еродивый, челядь необразованная, псина смердящая, пьянь безумная, не сказал, что у тебя сегодня день рождения, а? Поздравляем. Поздравляем. Спасибо. Что спасибо, садись давай. Фирс, угощайся пирожками. А какие есть? Есть с курицей, с картошкой, с капустой. А есть такие, которые вы еще руками не трогали? Ах, скукотища. Да, КВН нынче не тот. Господа, вам пришло письмо Голубиной почтой. Танцуйте. Сам танцуй. С удовольствием. Take your time. I take mine. Ну, тебе дайте скорее. А, что там? У меня для вас пренеприятнейшие известия. Наши поместья забирают за долги. Что? Подождите, подождите. А с чего это вы взяли, вы увидите, что я ей? Показалось. Ну, 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 что там в поместье. Так вот, забирают вместе с Вишневым садом. То есть вы утверждаете, что видели, как я надеваю стринги. Послышалось. Что там с поместьем? Завтрак в 8 утра, нужно освободить поместье. Да что ж ты за мужик-то такой Симпатичный Фирт, прекратили паясничать, не видите у нас горе Лучше принесите к нам по 50 грамм Помилуйте, барин, где ж я вам столько кокаина найду Понял за что? Нет Дорогие друзья, те, кто читал произведение «Вишневый сад» знают, что на самом деле все было совсем не так А кто не читал? Я не читал Команда «Союз», читайте классику А смотрите КВН Последнее выступление и на сцене команды КВН «Мисс Мира» «Пенза» Наш вариант конкурса «Друг познается в игре» Мы решили сделать по мотивам замечательного советского фильма «Свадьба в Малиновке» Мы считаем, что это не комедия, а драма О женщине, которая 20 лет ждала своего мужа А это Софья Она 20 лет своего Назара ждет Он ей в каждом солдате чудится А солдат этим пользуется Мам, ты где всю ночь была? Мы волновались Ой, доченьки, да мы авдотье пили Ее муж бросил Мам, так он ее 10 лет назад бросил А у этого преступления нет срока давности Пусть одежду ветер рвет Ураган пускай ревет Я по твоему... Здарова, Софья Все-таки живой я Каддафи, ты! Вот, Бестолыч Назар! Ну давай, Назар, рассказывай, как там на войне? Да что рассказывать-то? Попали мы как-то под абсент Может, под обстрел? Лучше под обстрел, меньше в наших полегло Ну ладно, что обо мне, да обо мне У вас-то что? Слышал, у вас власть поменялась? Угу, местами Да тут столько всего На днях корова окатилась Может, отелилась? Ну вот и мы этого кота ищем А вчера, представляешь Кошка отелилась А бык-то злопамятный Угу А еще у нас на задней... Так, стоп, сельский час Я что пришел-то? Ухожу я Что? Семья у меня другая Ах ты, паразит, а Ты посмотри Дочки без отца растут А что, при отце стеснялись? Ну все, девки Дави его Ах! Да не бойтесь, он не попадет Вот И это ты говоришь отцу трех дочерей? Слышь ты! Сейчас, сейчас, ребят, секундочку Нифига себе, вы что, вы так каждую игру делаете? Ну, как бы да, всегда Юль Владимировна, вам больно? Мне больно, как называешь меня Юлю Владимировну Вот как знал Дали нам бабу какую-то Она нам все выступление испортила Слышь ты, пензюк Это я сейчас имею в виду не место твоего жительства Так, все, женщины, уходите отсюда Я хочу побыть один О, да у тебя для этого вся жизнь впереди С чего это? Я, конечно, не Ален Делон И не Брэд Питт Ну, ну, продолжай Там до Шаинского еще четыре листа На себя посмотри Гитлер в юбке Ну все, бородатый, молись А я не крещеный А че так, в церкви двери узкие были Юль, да ладно, Максим хороший А почему ты не добавила человек? Пойми, он хамит только тем, кто ему очень нравится Саныч, они тут охренели все А, ну если так То Максим, вы тоже неплохой человек И команда приличная Вот черненькая, вообще класс Маринка, что ли? А ты че, своим, что ли, мина даешь? Ну да Зря, а потом прикипишь, привяжешься Нашу тяжело расставаться будет Юль, слушай, а ты ничего, внятная Спасибо Хочешь играть в нашей команде? Ну надо же, первый раз Не я эту фразу говорю, а мне Ну давайте попробуем Маруся, раз, два, три Калина, черня моя, девчина Саду ягоды, баланс Маруся, раз, два, три Калина, черня моя, девчина А что нам надо, да просто свет в оконце Да сейчас прям Обернись, я тебя замечу Улыбнись, я тебе отвечу Кто знает, сможет с этой встречи Но пейсов, пейсов Шесть выступлений позади, но на этом дружба не заканчивается Заканчивается сегодняшняя игра И мы ждем команды на сцене Итак, оценки за последний конкурс Сборная ГУ, общее дело 5, 4, 5, 5, 4, 4 Родина Чехова, Таганрог Пять, 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 четыре, четыре Плохая компания, сборная Красноярского края Пять, 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 четыре, четыре Сборная Евразийского института Ростов-на-Дону Все судьи пять баллов Команда КВН Союз Тюмень Все судьи пять баллов И команда КВН Мисс Мира Пенза Пять, четыре, пять, 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 пять Итак, друзья, за последний конкурс Команда КВН сборная ГУ Получает 4,5 балла Сборная Евразийского института Пять баллов ровно Родина Чехова И плохая компания По 4,7 балла Мисс Мира 4,8 балла И Союз Тюмень Пять баллов ровно После трех стадий нашего сезона Команда КВН Родина Чехова 29,9 балла Команда КВН Общее дело 30,4 балла Команда КВН Мисс Мира 33,3 балла И к финалистам Командам Самосвета Наши Серебро Кострома Сборной Краснодарского края А также сборной Фистеха Долгопрудный Присоединяются с результатом 34 балла ровно Сборная Евразийского института И по 34,1 балла Заработали за три игры Попадают также в финал Команда КВН Плохая компания Красноярск и Союз Тюмень Спасибо всем Увидимся на КВН Пока Красноярск и Союз Тюмень Cumмунизации Продолжение следует...